Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина и вы на моем канале YouTube. Сейчас хочу поделиться с вами, как я расхламилась. Я собирала вот эту косметичку для расхламления, чтобы сделать отдельное видео именно про расхламление своей косметички. И, в общем, делюсь с вами. Первое, что я хочу, это избавиться от этой косметички. Потому что, несмотря на то, что у нее очень удобный размер, наверное, сантиметров 15 она в длину. Такая вот она толстенькая и прямоугольничек. У нее достаточно приятная эко-кожа. Очень мне нравится надпись Beauty is my beauty. Красота моя обязанность. Но она белая и посмотрите, какая она заляпанная. Я ее уже пыталась отмыть всем, чем только можно. У меня не получается. Поэтому она отправляется в утиль, а вместе с ней и много всего интересного. Это, во-первых, у меня куча... Я ношу линзы, и у меня куча контейнеров для них. И как рекомендуют офтальмологи, каждый, по-моему, 3 месяца эти контейнеры нужно менять. Либо, когда заканчивается бутылек с жидкостью для линз, ты покупаешь новый большой, и там идет новый контейнер. Нужно, соответственно, тоже менять. Так вот, я это все регулярно делаю. Но! Старые я почему-то не выкидывала. И вот их накопилось некоторое количество, и я решила махом от них избавиться. Дальше у меня пустая баночка из-под крема, в которую когда-то мне подружка откладывала турецкую звездочку. Она точно такая же, как наша, по запаху, но в больших расфасовках. Она мне сюда отложила, я ее долго пользовалась, она была в этой банке улей, но кончилась, избавляюсь. Дальше у меня пустая коробка из-под зубной нити. Просроченный крем от прыщей. Ладно, уберу, выкину. Какое-то бешеное количество расчесочек для нарощенных ресниц. Палочка для кутикулы. Средство от Папелло. Еще одна вот такая косметичка. Кстати, я ее вместе вот с этой купила одновременно. Но вот такой формат вообще неудобен совершенно. Во-первых, она скошена вот таким образом. И какие-то длинные кисточки, чтобы взять с собой, не помещаются. В общем, неудобная вещь. Просроченный тональный крем. Тушь. Водостойкая, которую я думала, буду пользоваться. Но это совершенно неудобно, потому что постоянно для водостойкой туши нужно покупать средства для снятия этой водостойкой туши. То есть мицеллярная вода ее не смывает. Ее смывает только специальное масло. Это слишком много косметики. Я крайне редко этим пользуюсь. Нафиг. Дальше у меня три разделителя для пальцев для педикюра. Это учитывая то, что я, ну, года три уже не крашу сама себе ногти. Почему они хранятся, я понять не могу. Дальше просроченный корректор для бровей. Я купила его, насмотревшись YouTube блогеров. И очень хотела расчесывать себе вот таким образом брови. И чтобы они у меня хорошо лежали, ровненько. Но поняла, что то ли этот корректор для бровей фирмы Evelyn не очень хорош, то ли это в принципе какая-то дурацкая история, потому что он, ну, вот ты расчесала, жидкостью какой-то поводила по бровям, волосы легли в одну сторону. Но буквально через полчаса, видимо, когда корректор высыхает, брови становятся обратно, вот как они были, поэтому нафиг. Кстати, вот еще одна щеточка для расчесывания ресниц, заляпанная ватой, в общем, бардак. Какая-то упаковка из-под чего-то, какой, не знаю даже. Лаки для ногтей. Тоже непонятно, зачем мне нужны были, потому что я не крашу ногти. И я поняла, что чем красить, например, прозрачным, типа, раньше мы любили, как он называется, укрепить, умный эмаль. Умный эмаль, я совсем забыла, как это называется, укреплять ногти. Фигня полная, лучше маслом мазать, и все будет хорошо. Какое-то некоторое количество у меня пилок для ногтей, у меня их очень много, и от лишних я избавляюсь. Господи, боже мой. Вот этих вещей, мне кажется, у меня больше всего. Еще щетки для наращивания ресниц, еще одна коробочка для линз, у меня тут даже браслет. Мне очень нравится, как такие браслеты смотрятся на мужчинах. И поскольку мне нравится, я купила такой браслет, и все пыталась брату или ребятам, друзьям подарить его. Может быть, кому-то зашло, потому что смотрится это действительно очень классно. Сейчас покажу на своей руке. В общем, мужчины мои сказали, что не, мы такое не носим. Мне он, к сожалению, велик, я его пыталась носить, но на женской руке смотрится грубовато. Поэтому, ну, раз никто не носит, значит, избавляемся. Так. Тут у меня есть еще вот такая вещь. Это каф на уху в форме змеи. Не знаю, что было со мной, когда я решила это купить. В общем, даже не хочу об этом думать. Есть у меня брошка, лилия. Тоже немного, скажем так, даже не винтажная, а устаревшая вещь такая, поэтому избавляюсь. Есть карандаш для губ фирмы KIKO. Красный. Я его пыталась несколько раз поточить, но то ли у меня руки не из правильного места растут, как я смотрю, потому что на всяких бьюти-блогеров у них такое все заточенное, удобненькое, аккуратненькое. У меня не получилось. Я долго его точила. Сточила примерно в два раза, но он все время ломается, в общем, не работает. Я себе купила просто выкручивающийся карандаш для губ, и он меня вполне устраивает. Дальше у меня тут, ой, целая добра украшений. Добро. Целая гора ватные палочки. Опять какие-то, я не знаю, что они делают в косметичке, но ладно. Есть у меня вот такие махнатые сережки. Они очень милые, и они до сих пор мне нравятся. Но проблема в том, что мне их не с чем носить. То есть я их купила, наверное, года три назад. И надела их один раз, только потому что уже думала, ну, зачем я их купила, если ни разу не надела. И все, и лежат. Еще у меня есть сережки из Зары. Вот такие. Они были изначально еще с одним квадратиком, но они очень тяжелые. Такие сережки. Они очень тяжелые, поэтому один квадратик я сняла. Тут сзади даже петелька осталась. Но даже с одним квадратиком они остаются очень тяжелыми. Поэтому избавляюсь, потому что, опять-таки, не ношу. Есть у меня еще сережки, которые вот такие. Вот такие сережки. Тоже симпатичные, тоже не ношу. Покупала для фотосессии. В жизни не пригодилась. Есть у меня совершенно челоревательный крест. Нравится мне иногда символика с крестами. Красивый, все с ним хорошо, но не ношу. Поэтому зачем. И есть у меня вот такой значок, маленький, с автомобильчиком. Я его себе покупала, когда работала в автобизнесе. И он у меня так на лацкане пиджака жил-поживал. Но уже давно там не работаю, поэтому решила избавиться. Еще у меня оказалось некоторое количество сувенирных шармов с Олимпиады Сочи. Их в каком-то то ли Санлайте, то ли в Вольтере мне дарили. Но я их не ношу, поэтому избавляюсь. И, ну, конечно же, таблетки. И еще одна ватная палочка. Что же еще может быть в моей косметичке? В общем, вот таким образом я расхламила косметичку. Избавляюсь от всего этого нещадно, потому что уже невозможно просто это у себя хоронить. И надеюсь, мое видео вас подвигнет на то, чтобы разобрать собственную косметичку. И навести там порядок, избавиться от всего ненужного. Даже несмотря на то, что может быть жалко. Как, например, мне очень жалко избавляться от этого тонального средства. Почему избавляюсь? Во-первых, оно уже просрочилось, потому что 12 месяцев с момента открытия. Оно у меня лежит года два. Очень мне нравится. Я себе даже сфотографировала, как называется. Если у вас светлая славянская кожа, и хочется попробовать тональное средство для себя, но не тратить кучу денег, очень рекомендую вот этот бренд Vivienne Sabo. Тон номер 201. Вот он здесь нарисован. Он очень хорошо ложится, он не очень плотный. И вот если нужно немножко подровнять тон кожи, я бы даже сказала, что он больше похож на какой-то BB крем или CC крем, чем на тональник. Очень прям вот на каждый день хороший для светлой кожи. Замечательно ложится, мне очень нравится. Я как раз тоже покупала с такой же целью, потому что крайне редко пользуюсь тональными средствами, и тратить там на один-два раза кучу денег на какой-нибудь там супер-пупер-люксовый бренд не хочется. А на один-два раза он не убьет мою кожу, хотя, ну вот, я вот думала, что может быть какая-то аллергическая реакция. Нет, совершенно нет никакой аллергической реакции на этот бренд. Все хорошо с кожей. Тушь, кстати, от которой я избавляюсь водостойкая. Тоже глаза на нее совершенно нормально реагируют, поэтому если хотите что-то для себя попробовать, вот как я, нужна мне, не нужна тушь водостойкая. Очень рекомендую Vivienne Sabo. Все недорого, качественно, все работает. На этом все на сегодня. Удачного вам расхламления! С вами была Анна Кафырина. Если мое видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии внизу под видео. Я буду очень рада вашим комментариям, и если будут вопросы, буду рада на них ответить. Всем удачи! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok